Сегодня телевизионная сеть насчитывает сотни каналов по всему миру. Среди них международные крупные вещательные компании, а также небольшие местные телестудии, такие как Славянская муниципальная телерадиокомпания. Основной продукт телекомпании – информационная программа события, которая выходит в эфир три раза в неделю. Над ее созданием трудится дружный и творческий коллектив. В рамках празднования Всемирного дня телевидения сотрудники телекомпании решили устроить день наоборот и поменялись друг с другом должностными обязанностями. Что из этого получилось, смотрите в следующем материале выпуска. Он привык отдавать приказы и поручения. Должность директора Григория Трофименко очень важная, ответственная. Он всегда серьезен и предельно собран. А кто сказал, что в глубине души он не мечтает о творчестве, например, стать лицом телевидения? Здравствуйте, в эфире информационная программа события. С вами я, Григорий Трофименко. Сегодня выпуски. Кукушка кукушонку шила капюшон. Примерил кукушонок капюшон. Как в капюшоне он смешон. Курфис компрометировал лохницто. Курьера курьер обгоняет в карьер. На этом сегодня все новости. Оставайтесь с нами. Смотрите события. Оператор Георгий Калинин порой считает себя главным на съемочной площадке. Раздает поручения учить журналистов. Словом, руководит процессом. Хотя он обычный оператор. В день телевидения мечты Георгия сбылись. И у него на самом деле появилась возможность стать руководителем. Вы почему снимаете без штатива, я спрашиваю? Главный инженер Сергей Тимовский знает все о межблочной коммутации телевизионного оборудования. Но не имеет представления о планировании и редактуре текстов. А чего у меня две съемки? А теперь я два раза снимаю. Ну вы достали. Там вообще никаких съемок не будет. Столкнувшись с повседневной работой редактора, Сергей понял, что это ему не гайки закручивать. Человеку с филологическим образованием Алене Лавриновой, редактору, довольно сложно было разобраться в технических тонкостях, поменявшись должностью с главным инженером. Не говоря уже о том, что в этот день телекомпания могла остаться без самого важного в нашей работе оборудования – передатчика. Инженер, у нас интернет пропал. А наезде можно? У нас интернета нет. Ну сейчас сделаем. А-а-а! А-а-а! Интернет работает. Бухгалтер Анна Ермоленко привыкла сводить дебет с кредитом, но ничего не понимает в монтаже и далека от изготовления новостей. В день телевидения ей пришлось буквально окунуться с головой в эту работу. А у нашего оператора монтажа Константина Монастыренко появилась возможность прибавить себе зарплату. И он с удовольствием воспользовался таким шансом. Ня! В телевизионной сфере не утихают споры между операторами и журналистами. Корреспонденты якобы долго тексты пишут, а операторы не считаются с их мнением и снимают, как хотят и где хотят. В день телевидения операторы и журналисты поменялись местами и смогли ощутить на себе все прелести этих профессий. В декабре 1996 года Генеральная ассамблея ООН провозгласила 21 ноября в честь проведения первого всемирного телевизионного форума... Че, давай я посмотрю, я там слово забыл. Первого ноября... Провозгласил 21 ноября в честь проведения первого всемирного телевизионного форума... А сама история ТВ началась примерно век назад. Сидеть трудовую неделю за компьютером, заниматься рутинной работой довольно утомительно. Поэтому в свободное время выпускающая эфира Алена Коновалова, кстати, еще и спортсменка, предпочитает физическую нагрузку. Провозгласил 21 ноября Но чтобы место выпускающего эфира не пустовало, все обязанности этой работы взяла на себя техслужащая Татьяна Чунихина. А работа этого сотрудника настолько важна, что мы не рискнули посадить за руль вместо нашего водителя Алексея Кирюшкина кого-то еще. Мало ли, вдруг еще не доедем. Несмотря на то, что сотрудники телекомпании все разные и в нашей работе не обходится порой без разногласий, объединяет нас одно – любовь к своей профессии. Как оказалось, труд коллег по цеху по-своему сложен. День наоборот показал – в любой внештатной ситуации мы без труда заменим друг друга. Ведь на телевидении работают на самом деле универсальные специалисты. Поэтому, какая бы неразбериха ни произошла у нас в редакции, наши зрители могут быть уверены – они всегда будут в курсе событий родного города и района. Мы вас любим! Субтитры создавал DimaTorzok Телевизионного форума, всемирного телевизионного форума, задний фон вас в кадре видно, что ты почти сказал, Саша. Мы ели-ели, ершей уели, их ели-ели, уели-доели. На этом сегодня все новости, оставайтесь с нами, смотрите события.